Теперь фасад как конфетка, рассказывают жители 283-го дома по улице Советской Армии. Летом здесь провели капитальный ремонт. В старой хрущевке заделали разрушенные швы, потом дом утеплили и покрасили. На все работы фонд капитального ремонта направил более 5 миллионов рублей. Раньше в квартирах всю зиму даже с отоплением было не больше 12 градусов. Теперь жители спокойны, будет тепло. Сделали с торта эту стену, то она была холодная, ледяная и углы прямо черные были. Сейчас ничего, теплое. Привели в порядок и фасад 8-го дома по улице Осипенко. Но здесь жители остались довольны не всем. Люди планировали, что во время ремонта им обновят и старые балконы. Ветхие лоджии начинают обрушаться. Но балконное ограждение не входит в состав общего имущества дома. Поэтому деньги на эти работы фонд капитального ремонта выделить не имеет права. Разобраться с этой проблемой приехала комиссия областной общественной палаты. Эксперты говорят, чтобы такие казусы не возникали впредь, необходимо внести изменения в 491-е постановление правительства, где четко указано, что входит в понятие общего имущества дома. Если в это постановление будут внесены поправки и внесут, что ограждающие элементы, несущие конструкции вот этих балконов, они входят в состав общего имущества, тогда, естественно, соответственно, фонд будет заниматься работами и по их укреплению. Члены общественного совета уже выступили с инициативой подкорректировать постановление правительства. По итогам реализации федеральной программы в Самаре уже отремонтировали почти 300 домов. До конца года в областной столице приведут в порядок еще 177 зданий. Лариса Шлафас, Станислав Левин, События.